Всем привет, любители украинского футбола! В нашем футболе, как всегда, есть о чем и о ком поговорить. Поэтому в этом видео я расскажу о предстоящих матчах наших команд в Лиге Чемпионов, а также о новых клубах наших легионеров. Сегодня снова возвращается Лига Чемпионов, где сыграют наши клубы. Сегодня Шахтер с Реалом, ну а завтра Динамо с Барселоной. Начну я с сегодняшнего матча, где горняки примут Мадридский Реал. Тут ситуация у подопечных Дедзерби очень непростая. Несмотря на взятый один балл в матче против Интера, это не поможет в борьбе с Шерифом за третье место. Ведь Тираспольский клуб набрал три очка в матче с Реалом и теперь имеет огромные шансы отправиться весной в Лигу Европы. Поэтому Шахтеру нужно набирать очки и желательно максимум. Кстати, в случае победы Донецкий клуб не только вернется к борьбе с Шерифом за Лигу Европы, но и будет реальным претендентом за плей-офф Лиги Чемпионов. Ведь тогда они обгонят Реал и будут занимать второе место вместе с Интером. Да, я думаю, что Шериф проиграет Интеру, ведь удача должна когда-нибудь закончиться. Что же касается самого матча Шахтер-Реал, то Сливочные в этом году продолжают быть нестабильным клубом, который может проиграть абсолютно любой команде. К слову, за последние три матча подопечные Карло Анчелотти два раза проиграли Шерифу Испаньолу, а также один раз играли в ничью с Вильериалом. К тому же в лазарете у королевского клуба находится целый ряд игроков на разные позиции. В список игроков, которые не попали на эту встречу, полузащитники Эде Назар, Гаррет Бейл Иска и защитник Даниэл Карвахаль. Также под вопросом участия Давида Алабы, Марсела и Фарлана Мэнди, они находятся в списке, но они только недавно восстановились после травм. Что касается Шахтера, то они находятся в отличном расположении духа, ведь в пятницу они разгромно обыграли Луганскую Зарю со счетом 6-1. А вот с Лазаретом, конечно, нет таких проблем, как у Реала, но если мадридцев есть кем заменить травмированных, то Шахтеру некем заменить Рааре. Кстати, из-за его травмы Горнякам не удалось забить в матче против Интера. Конечно, на позицию форварда у Дедзерби есть кого поставить, это Педриньо, который скорее всего и сыграет на этой позиции, а также Фернандо, который, играя на позиции нападающего в матче против Зари, отметился дублем. Для УПЛ таких нападающих хватает с головой, а вот в Лиге Чемпионов на этой позиции нужен такой игрок, как Трааре. Правда, если вспомнить матчи Шахтера годичной давности с Реалом, то за два матча Шахтер забил 5 голов, ну а там играл на позиции форварда Дентиньо. Ну а пока я монтировал видео, стало известно, что Шахтеру не поможет центральный защитник Николай Матвиенко, который получил травму. Поэтому у Дедзерби появилась еще одна головная боль, тем же заменить Матвиенко. Я думаю, что выйдет более опытный футболист Шахтера, то есть Кривцов. Кстати, напишите в комментариях, кто выйдет в основе вместо Матвиенко и Трааре. Ну а что касается финального результата, то я думаю, что этот матч закончится результативной ничьей. Кстати, париматч дает хороший коэффициент на тотал больше 2,5, а 1,62. И не забывайте, что под видео вы можете найти ссылку на бонус от париматч. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Что касается второго матча с участием украинской команды, то тут Динамо ждет выездная игра с Барселоной. Этот матч чем-то похож на матч Реала с Шахтером. Во-первых, играют с испанским Грандом. Во-вторых, Барселона тоже находится в кризисе, только еще больше. И в-третьих, украинскому клубу очень нужно набирать очки, чтобы претендовать на Евровесну. Единственное отличие. Похоже, что оба матча с Барселоной для Динамо будут важными в борьбе за Лигу Европы. Ведь у Динамо всего 1 балл, в то время как у Барселоны 0 баллов. Конечно, несмотря на кризис в клубе, Барселона остается Барселоной. И там есть игроки, о которых только может мечтать Динамо. Что касается Лазарета Барса, то там находятся Рональд Тарауха и Мартин Брайтвейт. Также не поможет своей команде Эрик Гарсия, который получил красную в матче с Бенфикой. Также под вопросом Педри и Дембеле, которые должны вернуться в общую группу перед матчем с Динамо. Есть у Кумана и приятные новости. Наконец-то вернулся молодой талант Ансу Фати, который уже успел забить 2 гола. Также сыграл свой первый матч за Барсу Серхио Агуэро, который летом перебрался из Манчестер-Сити. У Динамо же проблем с Лазаретом намного меньше. Да и к этим травмам, если можно так сказать, привыкли. Отсутствие Дениса Павлова легко компенсируется сиротой, который точно не выглядит слабее. А безбеседина команда так играет весь этот сезон. Кстати, на позиции нападающего, я думаю, сыграет Витиньо. Задача которого будет просто убегать с мячом в сторону ворот соперника. Что же касается самого поединка, то сейчас многие говорят, что нужно побеждать такую Барселону, которая проиграла Бенфике со счетом 3-0. Но является ли Динамо тем клубом, который может как хищник почувствовать кровь и съесть соперника? Такими командами, например, являются Бенфика или Шахтер, который в прошлом году два раза хлопнул Реал. Поэтому этот матч ответит на главный вопрос нынешнего Динамо. Способны ли они быть футбольными хищниками или они как охотник, который может попасть только в неподвижные или малоподвижные вещи? Ну а что касается финального результата, то тут очень трудно предугадать. Однако я думаю, что Барселона не сможет забить много голов. Кстати, париматч дает классный коэффициент на личный тотал Барселоны меньше двух – 2,5. То есть, если Барса забьет 2, вам вернут деньги, а если меньше, то получите выигрыш, умноженный на 2,5. Ну и конечно не забывайте про бонус, который вы найдете в закрепленном комментарии. Киевская Динамо предложит контракт полузащитнику Дисны Андрею Тутовицкому. Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский. Журналист отмечает, что многое зависит от того, кто является инициатором потенциального трансфера – президент киевлян, агент футболиста Элемир Челуческу. Но лично я думаю, что это агентский вброс для того, чтобы найти новый клуб для футболиста, у которого зимой заканчивается контракт. Тем более, хоть Татавицкий и неплохой игрок, но такого уровня игроков у Динамо достаточно – это Андреевский, Шепелев и Леднев. Барусия Дортмунд заинтересовалась игроком мадридского реала Андреем Луниным. 22-летний футболист может перебраться в Дортмунд уже летом 2022 года, сообщает издание Фичажес. В услугах укритского вратаря заинтересован лично наставник шмелей Марко Розе. Лунин намерен покинуть состав сливочных в одной из ближайших трансферных окон в связи с полным отсутствием игровой практики. Лунин перешел в Реал летом 2018 года и с тех пор принял участие лишь в одном официальном поединке. Правда, я думаю, что это очередная утка от зарубежных СМИ. Как по мне, единственный нормальный вариант для Лунина будет или середня к Ла Лиге, или Сегунда, где он будет регулярным игроком основы. Андрей Ярмоленко может закончить карьеру в киевском Динамо. Об этом заявил Игорь Суркис. Возвращения Андрея в Динамо? Такой договоренности нет, это зависит от обеих сторон. Если у него будет желание, я с удовольствием дам ему возможность закончить карьеру в родном клубе. С большим уважением отношусь к тому, что он сделал для Динамо. И считаю его очень порядочным человеком. Цитирует Суркиса, передача Тато-Таке. В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел за Бесхем 10 матчей, но при этом сыграл на поле всего 206 минут. Его контракт истекает с клубом 30 июня 2022 года. Владислав Кочергин, которого перевели в дубль, будет ждать завершения контракта, чтобы перейти в другой клуб. Как стало известно в Метрейтингс, решение перевести игрока в дубль было принято еще неделю назад. Сейчас футболист действительно находится в составе молодежной команды, с которой будет принимать участие как в тренировочном процессе, так и в календарных матчах. По имеющейся информации, Заря сделала Кочергину предложение продлить контракт на более выгодных условиях, однако футболист отказался. Скорее всего, Кочергин после завершения контракта с Зарей покинет клуб. На хаффбэка принадут несколько клубов из других чемпионатов, которые уже сделали ему предложение. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео.